Казачье знамя – это реликвия, особо почитаемый и оберегаемый предмет. В истории Кубани и всей России есть множество примеров того, как знамена вдохновляли на подвиги, как их спасали ценой жизни. Знамена всегда считались символами чести и доблести, славы и победы. Возрождение и развитие кубанского казачества давно уже стали реальностью. Вместе с тем это живое дело, которое требует деятельного и эмоционального участия во всех акциях. Торжественная церемония прибивки и освящения знамени славянского хуторского казачьего общества «Казачий кордон», которые состоялись в свято-успенском храме, конечно же, никого не смогли оставить равнодушными. Атаман «Казачьего кордона» произнес речь. Он отметил, что знамя соответствует знаменам запорожских казаков, и под этим знаменем славянские казаки будут собираться в праздничные дни и в случае тревоги. Затем состоялся чин прибивки полотнища знамени к древку, который имеет многовековую традицию. Это один из самых важных моментов. Казаки передавали молоток из рук в руки, а знаменосцы застыли по команде смирно. Прибивка к древку совершалась специальными гвоздями. Каждый прибивал по одному гвоздю, что символизировало единство казаков. После завершения этой церемонии был отслужен благодарственный молебен и совершено освящение знамени. Да яви царабом твоим знамение веселья и крепости, знамение победы и сердечные крепости, и мужество на супостаты. Ты, Байси, царь мира и Бог, сокрушай ей брани крепость, да я уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем. Со единородным Твоим Сыном и с пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом ныне и в бесконечные веки веков. После окончания службы все казаки, подходя к освященному знамени и встав на одно колено, целовали полотнище, присягая новому знамени казачьего общества. Затем казаки фотографировались около знамени, чтобы этот день и эта торжественная церемония навсегда остались в фотолетописи славянского казачества. Чувства просто переполняют. Мало того, что это знамя, как бы вам сказать, историческое, оно соответствует знаменам, которые были Запорожского войска, которые сюда переселялись. Во-вторых, это знамя утверждено президентом Российской Федерации и утверждено Геральдикой. То есть в период становления казачества знамена были разные. Сегодня это приобретает государственный оттенок. И, конечно же, для каждого казака из данного общества это символ веры, православия, мужества, доблести и чести. И, конечно же, я желаю всем казакам хуторского общества, поздравляю их с этим серьезным великим событием. Под знаменами шли в бой, чтобы завоевать победу. Знамена вдохновляют на воинские подвиги, ими гордятся и оберегают. Впереди у славянских казаков немало славных дел, которые они совершат под своим новым знаменем. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».